Разомнись немножечко. Со спортом по жизни это про Вениамина Чернавина. Сложно поверить, что ему сейчас 84 года. Бодрый, позитивный и жизнерадостный. Сохранить такой настрой ему помогает именно спорт. Детство Вениамина Александровича пришлось на годы войны. Но даже тогда, будучи мальчишкой, вместе с друзьями он катался на лыжах и гонял в футбол. Правда, без настоящего мяча, но от этого воспоминаний сохранилось больше. Став взрослее, он начал заниматься боксом. А потом перешел в тяжелую атлетику. И я с тех пор, кроме этого вида спорта, ничего не признаю. Влюблен в нее прям до смерти, понимаете. До сих пор поддерживаю за счет вот этого вида спорта. Но уже совсем другие нагрузки, конечно, делаю. Относительно, учитывая свой возраст. Кстати, именно Вениамин Чернавин стал первым в Рязани мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. После достижения результатов в спорте он стал передавать знания и опыт молодежи. Работая токарем на заводе электронных приборов, Вениамин Александрович организовал секцию. Он и сейчас делится своими знаниями с молодым поколением. С Николаем Лавровым они познакомились совсем недавно. Но между спортсменами завязалась настоящая дружба. Как-то раз пришел и смотрю, какой-то новый дедушка. Так я всех знаю. Новый дедушка занимается так усердно. Так у него все здорово, ловко получается. Потом, что какой-то бывший спортсмен. Подошел к нему познакомиться. Узнал его имя. Узнал его регативы, что он мастер спорта СССР по тяжелой атлетике. Стало интересно. Стал у него спрашивать, узнавать. Поразил своей активностью, такой вдохновением. И какой-то искренностью. Вениамин Александрович приходит на стадион 63-й школы каждый день. Он уверяет физкультура, дает ему здоровье и добавляет гибкость. Синоним молодости. К этому стремиться надо. Упражнения всевозможные делать, чтобы сохранить эту гибкость. Вот такая картина. Ну и силенку немножко подкачивать надо. Потому что гибкость – это гибкость. А еще силы должна быть. А силы она поддерживается за счет физических нагрузок. Таких умеренных, которые соответствуют вашему возрасту. Сложно поверить, но несколько лет назад Вениамин Чернавин перенес инфаркт. Сейчас он инвалид второй группы. Это не мешает ему тренироваться более часа каждый день на стадионе и делать зарядку дома. Помимо спорта он увлекается охотой, катается на лыжероллерах и лыжах. А своим хобби считает садоводство. На огороде пять соток выращивает овощи и фрукты. Говорит, чистые, без химикатов. Это еще один секрет его молодости. На протяжении долгих лет во всех начинаниях Вениамина Александровича поддерживает супруга, которая осталась за кадром. С ней он прожил более 60 лет. На вопрос, что пожелаете молодежи, говорит, занимайтесь физкультурой и живите позитивно. Ты должен сам себя настраивать на позитив. А вот эти всякие неприятности, на них надо меньше обращать внимания. Вот так. Я вот так. У меня такой ход к этому вопросу.